И люфт, а люфтища. Как в этой машинке, так и в этой машинке. Сюда вставляем. Хочется быстренько его собрать и оттащить на шелковый путь. Доброе время суток, мои уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня мы рассмотрим настройку вот таких вот закаточных машинок. Два типа у меня имеется. И к ним сопутствующих товаров. Как я понял из комментариев, в основном женщины такие фильмы смотрят, а потом мужчин заставляют это дело чинить, если сами не справляются. Один раз в сезон, перед началом закатывания, необходимо уделить этой машинке внимание. Иначе может пропасть наш весь ада выкроется тут. Обращаю ваше внимание, что даже новые машинки необходимо настраивать. Потому что тот китаец, который собирает это дело, он вот и не представляет, зачем мы это дело закручиваем. У них, конечно, нет времени для тонкой настройки, потому что они обслуживают весь мир. Поэтому они стараются быстренько его собрать и оттащить на шелковый путь, получить денежку. Как говорят наши врачи, ближе к телу. У меня по машинке много, это само видео. Ну, штуки 3, наверное, 4, значит, есть. Вот там я так вскользь это дело все рассказывал. А, кажется, опыт приобретается со временем. Вот, и здесь уже более подробно, очень досконально в этом видео я вам все расскажу. Все машинки вот такого типа, значит, имеют вот такое устройство. Вот, принцип может быть разный, значит, а вот именно сам конечный результат одинаковый должен быть. То есть, имеется во всех машинках вот такое место, куда крышка вставляется, и имеется ролик вот такой вот. Вот как в этой машинке, так и в этой машинке. Все машинки вот такого типа, у которых имеется вот место для крышки, и имеется ролик, настраиваться одним и тем же методом. То есть, принцип настройки во всех, как в этой машинке, так и в этой одинаковой. То есть, сопряжение вот этих вот мест, крышки и ролика. Здесь крышки и ролика, вот этого, который у меня выпал. Так как у меня эта машинка, меня просили по этой вот машинке, значит, и сама сделать видео, но она вот немножко развалилась. Я в конце немножко так освещу более подробно вот эту вот машиночку. Вот, но пока здесь неудобно рассказывать, потому что все, видите, развалена такая штука. Вот, я вам, значит, покажу вот на вот этой вот машинке, вам как это самое. То есть, принцип везде одинаковый. То есть, сопряжение вот этого с этим местом и там. И какая бы другая машинка не была, если есть ролик и вот это место, значит, принцип везде одинаковый. Настройки. Во всех машинках каким-то механизмом, значит, подается или ролик, или вот это место на ролик. То есть, эти два места должны, значит, подходить друг к другу, а потом этот ролик должен обкатываться. Так и здесь. Здесь, значит, этот механизм устроен в середине. Очень надежная машинка, кстати сказать, вот эта. Мне так понравилась, но это самая передовая, как говорится, пока. Может быть, лучше есть, не знаю. Вот, а здесь подается, значит, этот самый ролик, здесь, который, значит, имеется. Подается, значит, вот эти, значит, типа резьбы. Вот, значит, крутим его, и она, значит, туда заходит. Вот, всего лишь разница. Но вся настройка, значит, принцип настройки одинаковый будет, как в этой машинке, так и в той машинке. То есть, сопряжение ролика с этим местом. Перед тем, как настраивать, значит, необходимо, значит, проверить все это, значит, устройство. Как проверить? На предметы чего? На предмет люфтов. Сперва надо устранить люфты, а потом уже настраивать надо уже, как необходимо. Значит, смотрим в этом, значит, машинке. люфт не люфт а люфтище как говорят есть вот это самое главное устройство это очень самая болезненно потому что здесь на русской именно вот на вот эту беду значит идет ролик обычно снашивается имеет и в люфты то есть как бы мы его не настраивали при таком от люфте вся эта наша настройка пойдет на смарку давайте разберем этот механизм чего там у нас она находится по внимательнее его рассмотрим здесь вот я обращаю внимание значит на заводских значит на заводском вот этом механизме здесь стоял значит другой этот болт сразу скажу очень ненадежный сразу его надо выкинуть потому что беды не оберете с ним вот я поставил обыкновенно вот такой болтишку который значит помощнее там очень слабо я чуть крутанул первый раз его я у нас сразу слетела меня стройка вот этого от ролика вот этого ролика значит происходит вот в этом диапазоне этого паза есть когда мы настроили его надо необходимо очень хорошо закрепить вот заводская значит заводское крепление плохое было ночевали склаживать болт я поменял плюс вот здесь я поставил кожу можно поставить резинку вот она видите тогда она когда зажимается она значит не есть и туда-сюда потому что это очень частое дело и с этой стороны резинку поставил резинку можно кожу есть потом второй значит момент вот вот этот ролик у нас становится вот на вот это место затем и шага идет вот такая и гайка закручивается сюда значит вот этот ролик должен вращаться значит если по какой-то причине здесь причин много может быть или значит он неподоннан а или слишком пудрія шайба зажимает его то есть ролик этот обязательно нужно вращаться иметь маленький люфт обратите внимание при покупке значит я взял вот на ней вот такие машинки вот точно такие бывают чуть подороже бывает чуть подешевле но я взял какой-то чуть подешевле чуть подешевле этой машинки получается что вот этот самый главный механизм значит он опирается вот на эту пластмассовую штуку вот эта птулка пластмассовая но сами понимаете пластмасс это такое дело ненадежно здесь протерлась там еще лет пять она правда у меня работает вот то есть выбирать надо чтобы вот эта штука была металлическая когда на металлического и зажать можно будет хорошо вот но для данного механизма здесь принципе надо было поменять эту штуку или роли поменять но это сложно вот я просто вырезала с такой консервной банки такую ленточку загнул ее и вот сюда значит этот зазор начистою как его вставил я думал на год хватит но тоже два года вот эта штука у меня работает а нормально вот получается получается смотрите как я вот это вставила и она уже у нас ведь уже лифта такого нет но не такого почти никакого нет но маленький то допустимо так сказать ну люфт я уже этот убрал и так один люфт у нас обран идем дальше пересмотрим на ролик вот я специально подогнал видите такой вот искал здесь получилось вот она видно там нет не знаю видно надо вот эта лыска получилось из-за того что ролик когда заклинил и он значит не вращался а вот его сточила вот крышка сама вот одно место еще здесь это одно место второе значит было место это дело необходимо устранить почему потому что значит у нас со временем станем квадратные вы просто выбросите а когда он обкатывается значит он и закрыл хорошо и нету таких это самых волн никаких то есть это дело надо устранить не вращается о машинка новый или таких вот штук нету вот этих лысинок то эта операция конечно нужно вот я покажу все вот потому что кому-то надо будет лежит мы так немножко резьбу крыться прикроем этой штукой и вставляем сюда вот можно дрель использовать можно шуруповерт использовать вставляем какой-то механизм какой-то механизм но меня то есть кажется токарная станка себе токарная станок у кого там есть конечно это еще лучше но все на бюленьком еще немножко есть вот она надо еще чуток чудесненько наждачка такой красавица нас есть теперь нам надо вот эти плоскости подогнать то есть здесь тоже какой китай сам будет выравнивать вот эту плоскость и эту плоскость летом мы просто берем от наждачку так как у меня старенькая то есть ну на стекло или на что мне эта штука ровно и вот такими движениями с этой стороны и с этой стороны поближе на что было неровности здесь у нас все выровнялось здесь тоже видите неровности были сейчас она более-менее ровная и женщина любит что красивая была вот эта мы грубой это было мне сотка ну и тоненькая надо чтобы она блестела 500 примерно 600 намочить ее порядок вот такой вот получился у нас блестючий чудесненько но но с блестючим и приятнее работать так дальше значит это значит этот у нас ролик одевается вот сюда вот значит так как у нас вот это пластмассово но принципе тоже на железное здесь должна быть шайба по идее вот а здесь вообще ничего не было китайцы забыли наверно для мод у них на чертежей такого нету так и так снимаем но его не буду резать показывайте просто вот такую шайбочку я сделал с обыкновенной блин или это самой вот такой или спиной бутылки металлической мужики могут сделать вот есть одеваем его суда это как бы скольжение чтобы это сама у нас лучшее было ролик этим местом вот сюда прорезью опаньки есть вот теперь она по металлу будет скользить лучше но если металл еще раз повторюсь лучше шайбу шайбу взял и выкинул другую поставил а вот если значит там протрется вот будут потом целый механизм надо менять то есть вот эту втулку вот шайба лучше хоть при металлической хоть при вот этой конструкции если вот этот наш болтишка берем на связи шайба ровер там стоит ровер шайба и какая-то или резинка или с кожи но и с кожи вырезал там сапоги у жены были плохие уже так и так значит это для того чтобы по этой прорези он не гулял вас мы его настроим хорошо и у нас не гулял есть вот это значит резинки не будет то как ты его не крути и металлический или еще какой он буду такой немножко сдвигаться эта штука значит нужно есть с этой стороны мы также ставим с кожи или с резинки тоненькую прокладку потому что если толстую она может быть и помешать если на потом настраивать надо будет вот есть теперь эту штукенцию сюда стараем ставим ролик вот таким вот образом середину с этой прорезью мы ставим шайбу обратите внимание это шайба должна быть шире этого диаметра то есть он должна здесь держаться есть и гайку но гравиров здесь можно я не буду пока ставить потому что еще разбирать придется закручиваем это дело и хорошо затягивать плотно то есть так сказать что при резьбу не сорвать но я думаю силы здесь ни у кого не хватит резьбу сорвать с таким маленьким ключом затянули смотрим он должен у нас вращаться опа видите не вращается то есть надо туда что-то подложить если его просто отпустить вот эту шайбу вот эту гайку вот она потом у вас раскрутиться надо именно вот зажать так хорошо чтобы он вращался свободно мог вращаться этот ролик у нас сейчас получается вот эта шайба значит упирается в этот ролик а эта шайба должна упираться вот в этот в это место если она здесь будет упираться то нам будет свободно ходить для этого что надо сюда подложить шайбу диаметров меньше вот этого диаметра но опять же я просто здесь вам не буду показывать как это все делается так вот шайба я взял подточил и сюда его опаньки здесь стал специально показываете это шайба может быть она даже зазор мод имеет там миллиметр или два миллиметра должна быть меньше вот этого значит диаметра вот вот этого диаметра ставим все это дело на место шайбу тоненькую сюда сверху еще одну шайбочку сверху роверок но пока опять не буду ставить его и закручиваем стали моего как зря мы не настраиваем просто ролик сейчас смотрим вот смотрим здесь люфт пробуем чуть-чуть есть но это допустимо то есть стрелять сегодня надо это же не ракета крыться вот нормальный и вращается самое главное ведь вращается все нормально значит здесь она сама до гоняется таким делом вот этой прокладкой который я вам показал и вот это учтите это тоже играет роль как вращение мы достигаем достигаем за счет того что есть уставим прокладочку которая значит меньше диаметра вот этой штуки в середине ролика в середине есть вращается все нормально это у нас самое главное значит органа и мы приступим к его настройки раскручиваем то что мы закрутили то есть не раскручиваем а послабляем вот послабили это любые машинки так она настраивается значит эта машинка ли еще какая на что именно вот так вот послабили все у нас уже меня исхода нет есть ход виде можем туда подвигаться до подвигать где его поставить это самый главный вопрос это выставить как его правильно для того чтобы осознанно значит ставить эту крышку и настраивать наш аппарат значит необходимо представлять как оно должно работать эта вся система то есть как она крышка должна лечь и как она должна закатывать вот смотрим на что за что эта крышка ладно цепляться вот я внимательно ищет банку внимательно смотрите банку поставил специально подводим его поближе нас имеется вот такая горловина я вот сюда на эту сторону на одно сведу чтобы было видно от эти пазы и чуть поближе подведу его одеваем сюда крышку ставим внимательно среди за этой страной опа видите на куда заходит здесь вот бугорок такой имеется вот этот вот видите вот за него крышка ланого цепиться то есть закатать надо так чтобы крышка вот цепила за эту пару если крышка будет выше вот этого вот здесь будет закатана то при переносе даже вызов возьмите за крышку на вас просто она просто банка выпадет с рук будут матов и все остальное еще раз показываете крышка вот идет 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 а потом опа и туда села то есть она на половину вот этого ребра заходит за этот у нас обод который выступает за него нам надо зацепиться переворачиваем крышку что мы здесь видим здесь имеется резинка которая входит туда в паз сейчас я поближе на виду резинку оттуда вытащил освободил видите там имеется такой паз видно там надо то есть завальцовано вот это ребро видите в середину а здесь такой от пасек имеется который уходит вот эта резинка опаньки ведь она в аккурат а здесь она немножко это как бы приди вот этот ободок придерживает эту резинку вывод у нас получается значит наш ролик наш ролик должен это самое обжимать вот эту поверхность то есть вдавливать туда обкаптать ее наполовину где-то он должен зайти а нижний это самое бортик должен придерживать это все дело одеваем нашу машинку на крышку подвигаем ролик опаньки вот так но здесь имеется ввиду поправка потом должно быть когда мы его затянем вот здесь вот он чуть-чуть поднимется вверх потому что у нас сейчас свободного на положение там на будет поправку смотрим а где она здесь у нас разместилась вот данный момент мы видим что значит у нас вот этот бортик так как ему положено он войдет сюда и будет поддерживать вот эту поверхность к чтобы она значит вниз не ушла это ребро значит будет раскатывать эту этот обод и весь и резинка соответственно будут к тому ребру прилегать то есть вот она его положение но мы немножко еще здесь здесь подтянем здесь будут надеть сама не поднимется потом еще раз проверим есть вот это очень важная снимаем наш механизм именно по вот этой машинке сейчас вот расскажу значит прежде чем значит мы здесь вот настроили его настроили настроили люфта у нас нету все чудненько затяется хорошо все значит прежде чем значит настраивать ролик вот это расстояние ближе или сюда или туда подвинуть или сюда подвинуть необходимо следующее значит перед тем как настраивать этот ролик надо максимум отодвинуть сюда то есть от этой крышки надо максимум отодвинуть ну в этой машинке делается это вот так вот крутится вот я не буду так крутить а я вот эту штуку буду крутить и поближе здесь он на виду видите он отходит эта штука отходит туда других машинках ролик отходит сперва надо развести на максимум вот мы разводим 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 ведь уходит 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 и до самого максимума его суда вот она вот это значит самое дальнее положение от крышки этого ролика дальше я уже крутить вот не могу вот при этом в этом положении его необходимо и настраивать параллельно так сразу покажу в этой машинке соответственно настройка ролика происходит когда вот эта беда снята то есть вот только зашло на тот самый на этот резьбу на вот эту все вот здесь мой ролик теперь можем настраивать крышка держатель выразимся так вот этот находится максимум от ролика в этом положении значит мы его настраиваем ставим крышку ставим нашу машинку и вот теперь мы подвигаем ролик опаньки значит в этом положении вот ролик должен плотно лечь сюда но плотно зазором примерно полмиллиметра плотную подвинули значит он должен коснуться примерно зазор здесь полмиллиметра может быть дополнен допустимо то есть это вам дам даст диапазон снимаем когда снимать и чтобы вот эта штука у вас оставалась на месте потому что если вы сдвинете вся работа пойдет на сварку и хорошенько хорошенько затянули теперь проверяем посмотрели ролик у нас вращается чуть туговато но обойдется он потом разработается есть люфт минимальнейший но есть это тоже нормально ставим на крышечку значит здесь мы развили полностью до конца то есть отвели ролик на самое максимальное расстояние и теперь представляем его паньки это его идеальное состояние вот с небольшим зазором должно быть вот это нижнее ребро подходит под это ребро ну хотя бы касаться к нему а это будет идти у нас по вот этому ребру вот это самое идеально вот плюс-минус конечно можно туда-сюда это самое потому что это же не винтовка чтоб стрелять с нее вот но вот стремится к этому на то есть надо начинать как я говорю всегда как правильно а потом как неправильно сама польза вот к этому надо стремиться в разведением состоянии вот так он должен стоять начинаем эти при закручивать это дело все о паньки и потом посмотрим что там будет происходить а кролик подходит немножко подходит пошел коснулся начало закручивать уже то есть подтяну развальцовывать уже ну здесь соответственно сверху придавливать хорошо здесь надо положение выбирать может быть на стульчик ставить или что когда на стульчик рука должна быть это самое просто опираться дано но нормально не тяжело крутить его не просто неудобно здесь это самое так видят ребрышка пошло уже завальцоваться с ними посмотрим чем такой-то тот пошел его завальцовывать видите как здесь у нас поддерживает а это резинку туда уплотняет в тот трубец еще подвинем его туда я просто показываем сама как она как саматься не будет еще немножко ими посмотрим что там происходит то есть все чудесненько ведь этот ребрышка а вот по этому идет и резинку эту вдавливает в этот бордюрчик нюансы при закрывании значит вы должны убедиться что вот эта крышка когда сразу положили ровно ли там легла то есть не на бок вот так вот по макине так не так она ровно там легла вот для этого значит его ровненько положили потом здесь вот надо надавливать хорошо вот ну желательно что вот так вот в таком месте может быть табуретку там поставить какой-то да проще будет и поехали дальше крутим начинает уже туго к так туго становится значит уже она там подкрутилась есть надо будет вот так вот немножко назад наоборот и вперед наоборот она потом еще чуть продвинуться назад наоборот перехлёстки что было и вперед наоборот вот это считается от идеальная закатка немножко здесь морщины есть но это зависит от мягкости крышки если мягкая крышка принципе то тоже не есть хорошо потому что она может быть разойтись этот идеально ведь и резинка здесь от немножко ближе поднесу так идеально закатать не помажешь не подвешен и не поешь как говорится обыкновенное масло подсолнечное вот перед тем как это самое это дело все закручивать обыкновенную спичку там или чего-то и вот в эти места делается вращается вот этот ролик вот сюда вот сюда вот в это место она там просочиться куда надо потом вот она будет мягче закрывать как рыцарь и машинка не так будет стираться потому что трение будет маленькая все чудненько помазали вот так вот раз и она хватит то есть почти на весь сезон он вам хватит теперь она легко ничего не скрипит вот но потом затем это сама перед закрыванием второй банки настя надо будет назад раздать то есть до конца раздали вот и закрываем следующий еще один нюанс такой сейчас я вам покажу на это машинке когда мы полностью закрутили вот я дальше уже не могу крутить вот я семью снимаю за счет того что разные банки бывают это ловить разные там чуть одна потолще но не на токарном станке и кажется делать у вас должен быть здесь ход еще вот я там вот не мог уже ведь вот вот это не мог уже суда затягивать а здесь и когда свободно от могу еще раз оборот два оборот 3 оборот 3 обороты еще могу то есть это рассчитано для разных банок то есть немножко размер меняется то есть чтобы такой ход был потому что можно так и настроить что вы вот до конца закрутили у вас уже не крутится там еще не зажалось а здесь у вас уже просто машинка не дает хода ножка потряси значит их до конца отжали ролик есть вот я дальше уже не могу отпустили здесь можно даже попроще банку чтобы это самое раз крышечку поставили такую крышку за крышку поставим на примере я уже вижу витя нас сопрягается все все мне не надо на банку же до самых то есть я поставил крышку сопрягается не сопрягается открутили эти болтики туда-сюда подвигали опа придвинули сюда закрутили все машинка вот готова к эксплуатации есть такие места где крышек нету вот такая вот беда вот есть которая значит мой еще дед пользовался вот но сперва я здесь немножко вот про эту машинку расскажу значит я извиняюсь конечно до конца не мог это самое показать до конца не смогу показать это потому что у меня машинка развалилась это но в принципе настройка здесь интересовались это сама меня в комментариях то же самое здесь происходит то есть вот этот ролик при максимуму вот этом положении должен быть настроить чтоб крышка стояла так же как и там так должен быть ролик настроить как это делается это уже другой вопрос то есть это делается все опять за счет подкладывания здесь здесь найти что то есть на шарнирах на этих надо подкладывать здесь в этой машинке эти шарнира много здесь надо чтоб люфта не было внутри у меня сделано лифта не было пружина это просто на приход это дает она так это саму то не охоте счет небольшой то есть за счет убрать и по этих самых зазоров и применения всяческих подкладок сделать ролик чтобы он был вот как я вам показывал стоял это самое главное там как это настраивать так или так мод быть другими методами какими-то к примеру в этой машинке здесь можно было и здесь вот немножко его убрать вот с этой стороны прокладку эту можно было шире толще сделать потоньше сделать вот ну и я с этими прокладками играл вот здесь самое главное вот это расстояние и чтоб ролик у вас крутился все а как это вы будете делать это уже другой вопрос ну вот я вам показал как я уделаю покажу как он работает в принципе если ну мало ли что там крышек там нету ли где-то там потоп или наводнение там это самое где-то чего-то там не прошло ну раньше вот и мои родители и дед уж занимался выравнили крышки вот это не механица не скажу как он работает берем банку доставая достаем со своего погребка и открываем я крепим этот агрегат за счет вот этой струбцины какому-то столу здесь у нас ручка вращается крышку мы достали резинку отсюда вытаскиваем раньше правда резинка продавались сейчас не знаю продается нет ну то есть этот агрегат служит для того чтобы выровнять крышку и и принципе использовать можно пару раз еще вот и элементарно куда-то вставлять сюда вставляем оборотов там 20 примерно сняли что получилось видите все чудненько то есть паз образовался той который мы загнули для этой резинки резиночку опять вставляем эту же или другую ну раньше это сама резинки продавались вот можно было запасные взять в принципе резинку поменять но в принципе здесь вот нормально все крышка готова к повторному использованию вот для мужчин кого пригодится значит я думаю что вот такие вот вальцы но только конечно электрические на ужистянщиков есть вот я это его применение смотрю как этого применять вот смотрите что получается вот если я беру такую пластинку например и кручу его но здесь немножко подавать надо приспособиться здесь за несколько раз вот такое беда получается то есть для стыка труб видимо это вот можно применим вторую не буду делать и и такую вторую еще сделать то она получается ведь это карас этитосты какой-то или направляющий какие-то но во всяком случае в жестяном деле думаю это беду такое применять я еще подумаю что тут можно с него сварганить всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал где я буду показывать а такие не затеяли но думаю что нужные видики женщинам пожелаю чтобы у вас была хорошая консервация и вкусная и чтобы конечно вы настраивали эти машинки не вы а ваши помощники мужья всего вам хорошего удачи